Я рад снова быть с вами. Наша тема – все необходимое для выживания. В частности, поговорим о нашем царе. Многие из нас часто относят себя к какой-то церкви, еще чаще к одной из деноминаций или групп. У подавляющего большинства это семейная традиция, которая складывалась десятилетиями. А вы знаете историю той группы людей, к которой себя относите. Вы знаете нюансы богословия и предпочитаете определенный перевод Библии. Мы знаем многое, в этом нет ничего плохого, но мы очень мало знаем о царстве, частью которого являемся. Следовать за Христом не значит быть частью церкви, деноминацией или следовать за пастором. Иисус – глава церкви. Он принял нас в свое царство. Поговорим об этом царстве, поэтому возьмите Библию, блокнот и, главное, откройте сердце для Бога. Хочу начать с трех отрывков из Писания. Я прочту и кратко прокомментирую их. Это будет предисловием. В Иоанна 18, 36 Иисус стоит в Иерусалиме перед римским правителем и говорит «Царство мое не от мира сего». Служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал «Ты говори, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы говорить об истине». Что это за истина? Иисус – царь, и у Него есть царство. Во 2-м послании Коринфянам 5-й главе сказано «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас». Во 2-й главе послания филипийцам говорится, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено – небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца. Царь и Его царство – это важная концепция. Что значит быть последователем Христа? Я предложил бы смотреть на это в контексте царя и царства. Отсюда рождается несколько выводов, которые нам нужно знать. Каждый из нас лично предстанет перед нашим царем. Каждый. Если есть царь всех царей, тот, перед кем преклонится каждое колено, и каждый язык исповедует, что Он Господь всего, и вы знаете, что вам предстоит с Ним встретиться, то в наших же интересах к этому подготовиться. Это данность. В настоящий момент наш Господь – царь невидимого царства. Его царство не от этого мира. Поэтому мы не можем посетить Его столицу, не можем посетить те коридоры, где принимаются решения. Это царство невидимо. Написано, что это царство начинается внутри нас. Так что это царство другого рода. Но мы еще поговорим об этом. Также написано, что это царство проявит себя и станет видимым. Вы увидите это царство так же ясно, как видите Соединенные Штаты. Или Италию, скажем. Вы увидите царство Бога. В Евангелии от Луки 9 главе 26 стихе Иисус говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Это слава Божия, когда реальность Его царства станет очевидной. Эти дни ждут нас впереди. Важный вопрос для каждого человека, а вы в царстве или снаружи Него? Каждый из нас может находиться либо там, либо там. Если вы вошли в царство, то Библия очень ясно говорит в 5 главе 2 послания Коринфина. Мы назначены на роль послов. Вам это не нужно? А вас никто и не спрашивает? Если вы во Христе, вы посланник царства. Бог увещевает людей через вас, и вам предстоит дать отчет о том, насколько вы справились с ролью посланника. Вы говорите, что вам это не нравится? Ничего не поделаешь. Я просто сообщил вам об этом. Но не думаю, что в день встречи с Богом вам захочется сказать, «Я не хотел быть посланником», ведь мы только что прочли слова Иисуса, «Кто постыдится Меня и слов Моих». Того и мы постыдимся. Ведь так? Способов выполнить задачу посланника очень много. Нам дано много даров. Нам дано много способностей, мы все разные, слава Богу. Говоря современным языком, Бог не социалист. Нам не даны одинаковые дары и одинаковые способности. У нас не одинаковый IQ и не одинаковый EQ. У нас разные способности тела, и не все мы станем профессионалами в спорте. Вы знаете Писание? Но даже если вы изучили его недосконально, знаете, это библейский принцип. Иисус рассказывал о богатом человеке. Перед отъездом тот созвал своих слуг и дал одному два таланта, другому пять, третьему десять. Все получили разное количество. Это несправедливо. Ну, так ты и задуман. Мы все отличаемся. Даже телесно. Кто-то высокий, кто-то низкий, у кого-то такой метаболизм, что калории сгорают, как в раскаленной печи. У других все не так быстро. Когда я ухаживал за лошадьми, мы называли животных, которые сохраняли свой вес при меньшем количестве еды, хорошими менеджерами. Кто-то из нас такой же. Мы все разные. У нас разный эмоциональный фон, разные умственные способности. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Вопреки общественному мнению, мы очень разные. Мы не одинаковые. Говоря о царстве, мы должны понимать, что мы посланники. И мы исполняем эту задачу разными способами. Не судите друг друга, лучше ободряйте друг друга. Путаница возникает потому, что мы не до конца понимаем, что значит быть в царстве. Что значит быть частью царства Божьего. Кто-то связывает это с посещением церкви. Я только за. Я всегда здесь. Ходите в церковь и станете лучшим членом царства. «Аминь». У меня премиум абонемент. Кто-то считает, что самое главное — быть членом церкви. Другие фокусируются на молитве покаяния. Третьи говорят о водном крещении. Все эти вещи важны. Обо всех них сказано в Библии, но они не дадут полного понимания. В Евангелии от Матфея, 7 главе, 21 стихе, Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное». Это предупреждение. Не те, кто признает и называет Иисуса Господом и говорит правильные слова, «Но только те, кто исполняет волю Отца Небесного». Многие скажут мне в тот день, а очень многие будут так говорить, не один-два человека, не считанная единица, а многие. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Каковы же критерии? Давайте изучим контекст. Иисус продолжает эту тему и рассказывает притчу, как один человек построил свой дом на скале, а другой построил дом на песке. Помните, что там сказано? «Мудрый человек слушает мои слова и исполняет их». Этот же принцип Иисуса озвучил в 21 стихе. «Исполняющий волю Отца Моего Небесного». Только такой человек войдет в царство. Так что сидеть в церкви – это не цель. Вы можете сидеть в церкви и не знать Господа. Вы можете знать правильные ответы, читать Библию и не исполнять волю Бога. Поэтому суть не в том, чтобы найти правильную группу, правильную церковь, деноминацию или правильный перевод. Суть в личном решении – как часто вы готовы исполнять волю Божию. Один раз? Я исполнил ее один раз. Ура! Я считаю, что наша цель – исполнять волю Божию каждый раз, когда у нас есть такая возможность. Живите в истине, которую узнали. Вернусь к мысли о жизни в царстве. Что значит быть гражданином царства и служить царю? Вы что-то знаете о своих правах, как гражданина своей страны? Но что же значит быть гражданином царства Бога? Есть один принцип интерпретации Библии. Я изучал Писание в самых разных кругах, и в очень консервативных, и в евангельских, и в либеральных. Могу сказать, что я столкнулся с разными мнениями о правильном подходе к Слову Божьему. Но есть один принцип, с которым согласны все. Текст без контекста – это просто отговорка. Вы не сможете правильно понять значение или послание Слова Божьего, не зная контекста, в котором прозвучало это слово. Понимание Писания в таком случае требует хоть какого-то знания культуры. Это совсем не сложно, и в этом нет ничего экстраординарного. В большинстве своем авторы Библии находятся в той части мира, большая часть территории которой – это пустыня. Язык, которым написана Библия, отражает этот факт. В ней много говорится о дожде, реках, жаре, тени и жажде. Но очень мало говорится о снеге, метелях, сильном морозе или, к примеру, о долгой холодной зиме. Библию записывали в пустыне, и понимание этого поможет вам осмыслить ее историю. Чтобы не страдать от недопонимания, помните, где записывалось слово, как и то, что Библия большей частью записывалась для людей, которые жили в аграрной экономике. Они зарабатывали на жизнь земледелия. Это был основной источник дохода подавляющего большинства персонажей истории. Поэтому в вашей Библии много говорится о сении, о сборе урожая, о семенах и сорняках. И Иисус использовал эти образы, потому что они были близки тем людям, к которым Он обращался. Я уверен, что если бы Иисус обращался к нам в 21 веке, Он приводил бы, в пример, Уолл-стрит и мировые рынки. Ему это не чуждо. Он говорит на языке аудитории. Чтобы понимать притчи, нужно понимать контекст, в котором звучали эти послания. Я полагаю, что таким же образом нам нужно интерпретировать Слово Божие в контексте нашего мира. И это самое главное. Мы должны понимать точку зрения Бога в свете нынешней культуры. В свете тех обстоятельств, в которых мы находимся. Или тех людей, которым мы говорим. Мы должны говорить об этом. Мы духовно слепы, когда не понимаем точку зрения нашего Бога. Нам не даны одинаковые дары и одинаковые способности. У нас не одинаковый IQ. У нас разные способности, и телесные душевные. Иисус пришел с определенным посланием. Оно звучит почти в самом начале Евангелия от Иоанна. Вам нужно родиться свыше, вам нужно родиться заново. Нам, христианам, чаще всего свойственно почти не говорить об этом. Однако Иисус обращался к группе людей, чья система власти строилась преимущественно на их расе. Они — народ Божьего Завета. Не потому что они нашли правильную церковь или правильное богословие. Они — народ Божьего Завета, уникальный народ на планете Земля из-за своей ДНК. Однако Иисус, придя, заявил, «Вы даже мельком не увидите Царство Божьего, если не родитесь свыше». «Ваша ДНК вам не поможет?» «Секундочку, наша ДНК нам помогла». В Евангелии от Иоанна Иисус обращается к лидеру еврейского народа в Иерусалиме. Тот пришел ночью, чтобы его никто не увидел. Иисус сказал, «Истинно говорю тебе, его слова в корне изменят мировоззрение человека любого». «Истинно говорю тебе, никто не увидит Царство Божьего, если не родится свыше». Мы почти не в силах осознать, какую драму породили эти слова в умах аудитории. «Не говорите мне о ваших предках и пророках, это не поможет, когда вы предстанете перед Царем». Восьмая глава Евангелия от Иоанна, тот же автор. Иисус говорит, «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Помните, не так давно я говорил, что Царство Бога — невидимое Царство. Эти люди полагаются на свою ДНК, чтобы себя успокоить. Но Иисус изменил сценарий. Он сказал, «Я говорю вам то, что видел в доме Своего Отца». А вы поступаете так, как поступал Отец ваш. Он говорит уже не о телесной ДНК, верно? Здесь Он говорит о Духовном Царстве. Друзья, мы с вами так мало знаем о Духовном Царстве. Вы слышали от Своего Отца. Отец-то наш Авраам, но они ничего не поняли. Наша ДНК особенная. Наше поколение правильное. Наш перевод Библии самый лучший. Иисус ответил, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Ваша ДНК вам не поможет». Иисус сверг с пьедесталов их авторитеты. Он выдернул ниточку, которая связывала воедино всю их историю. Он деконструировал их систему власти и предложил совершенно новую точку зрения. Их реакция была предсказуема. Они обиделись, рассердились и решили закрыть им рот. «Перестань так говорить». В послании евреям сказано, что жизнь Иисуса была демонстрацией любви Отца. Он пришел как живое воплощение воли Божией. Но я хочу показать вам, что жизнь Иисуса также была демонстрацией силы Божией. Давайте-ка на минуточку задумаемся об этих понятиях. Жизнь Иисуса, Его общественная жизнь, демонстрировала силу Божию. Это немного другая точка зрения. Служение исцеления, служение освобождения. Чудеса Иисуса были не просто благословением. Они стали угрозой для властей. Иисус демонстрировал силу, которую они не могли воспроизвести. Они этого не умели, но они не могли просто прогнать Иисуса за то, что Он демонстрировал силу, которой у них не было. Они не могли Его терпеть. Мы закроем Ему рот. Он выставляет нас на посмешище. Если бы Иисус настаивал и продолжал Своё дело, если бы Ему позволили двигаться дальше, Его сила стала бы угрозой для безопасности властей. народ увидел бы ущербность высказываний властей. Иисус должен был замолчать. Я говорю по своему опыту, что в церковном мире бесчисленное количество времени ушло на споры о том, верим ли мы в исцеление, или верим ли мы в освобождение от нечистых духов, или верим ли мы в чудеса. Мы никогда не думали, что всё это важные элементы нашей веры. Мы не имели абсолютной уверенности, что нам нужно демонстрировать силу Божию в нашей жизни и через нашу жизнь, потому что у нас есть противник. У нас было столько свобод и возможностей, что эти действия казались нам ненужными. Наш фокус был совсем на другом. Например, на личном спасении. Что нужно, чтобы получить билет на небо? Мы не думали о царе и царстве. Жизнь Иисуса — это пример новой власти и силы. Она сконцентрирована не в храме Ирода и не в структурах саддукеев или фарисеев. Эти силы и власть сконцентрированы в другом царстве. Иисус пришел, чтобы показать нам Отца и Его царство. Помните, как Он учил нас молиться? «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Я скромно полагаю, что мы сбились с пути. Мы увлеклись правилами, регламентами, расписанием служений. Мы решили, что мораль навязчива и обременительна. А Божья точка зрения нас ограничивает. Мы упустили из виду царя. Мы не сможем выжить без силы Бога и Его заботы. Тот же Бог, который давал манну голодному еврейскому народу, обеспечит и нас. Я верю в это. Да, мы можем переживать какие-то трудности. Библия говорит, что это неизбежно. Но мы не сможем уйти от любви и заботы Бога. Пожалуйста, давайте больше не будем спорить, исцеляет ли по-прежнему Бог или совершает ли Он чудеса. Давайте не будем сердиться, когда Бог не ответил на нашу молитву в удобное для нас время. Давайте покаемся в бунте и непостоянстве. Ведь они воссели на троне нашей жизни. Давайте по-новому узнавать нашего царя и его царства. Да, нам придется говорить о мире, в котором мы живем, и последствиях конфликта между системами этого мира и царством нашего Бога. Да, нам будет некомфортно, но Иисус показал нам путь. И Он поведет нас. Это увлекательное время. Он пробуждает нас. Год назад мы просто ходили в церковь, а теперь мы служим царю. Давайте молиться! Итак, предлагаю всем встать. Я не буду просить вас дать ответ. Я дам вам поручение. Прежде чем мы снова соберемся на следующей неделе, будь то в субботу или воскресенье, я попрошу вас тихо спросить Господа, в каких сферах я не признавал тебя царем? Где я сам сел на трон? Где я скорее следовал традициям? Где я побоялся позволить тебе говорить миру, в котором я живу, из-за того, что мне нравится такая структура власти и то, что она мне дает? Не говорите мне, что вы благочестивы. Делаете ли вы то, что сказал вам Бог? Может, вы благочестивы соблюдаете правила? Иисус сказал, гробы окрашены. Вы обходите весь мир, чтобы найти ученика и делаете его вдвое хуже себя. Так что благочестивы — это не всегда комплимент. Разницу видите? Не нужно показывать пальцем на других, нам нужно сказать, «Боже, помоги мне!» Если мы сами обратимся к Нему, Бог сдвинет небо и землю, чтобы помочь каждому из нас. нам нужно смотреть и слушать. Нам нужно думать, а затем действовать. Отец, помоги нам. Помоги быть не просто слушателями, но исполнителями Твоего слова. Дай нам смелость и дерзновение выбирать Твою истину и стремиться говорить ее. Дух Святой, помоги нам. Если в наших сердцах есть что-то неприятное для себя, помоги нам увидеть, как мы можем почтить Царя. Пробуди нас по-новому для нашей задачи быть посланниками. Позволь нам принять ее всем сердцем. Пусть Твоя сила проявляется в нашей жизни, так, как никогда ранее. Прости нас за нашу незаинтересованность. Прости, когда мы считаем себя самодостаточными. Прости нас за беспечность. мы будем уделять внимание Тебе. В наших сердцах, в наших решениях, так, как никогда раньше. Мы молимся во имя Иисуса Христа, и пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи «Когда и где вам удобно», участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Здравствуйте, я пастор Аллен. Хочу коротко обратиться к вам. Мы переживаем период невероятной нестабильности, который, вероятно, начался с вируса и еще не закончился. Недавно на США обрушился снежный шторм, и жизнь миллионов из нас подверглась влиянию погодных явлений. Однако это не в нашей власти. Иисус пришел на эту землю, чтобы показать нам силу Божию. Честно говоря, мы не уделяем этому должного внимания. Мы ходим в церковь, знаем, когда встать, когда сесть, знаем припевы песен, но мы должны научиться молиться. Молиться так, чтобы привлекать силу Божию в нашу жизнь. Я подготовил небольшой и очень полезный инструмент под названием «Сегодня я буду». Здесь есть 30 молитв на каждый день, сопутствующее местописание, рабочий блокнот, куда можно записать ваши молитвы и размышления о том, что происходит в вашей жизни. Мы должны научиться стоять в вере по-новому. Это необходимо и мне, и вам. Вместе мы изменим этот мир ради Царства Божьего. Цели Бога осуществляются, когда Его народ молится. Библия говорит нам молиться непрестанно, но иногда это сложно. За ваше пожертвование мы хотим выслать вам книгу пастора Аллена. «Сегодня я буду». 30 дней молитвы. В ней много молитв, стихов из Писания и мест для записей, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. В книге есть блокнот, куда можно записывать ваши собственные молитвы. Также у нас есть кое-что особенное для тех, кто пожертвует 40 долларов или больше. Это набор подставок из черного мрамора и дерева, на которых выгравирована надпись «Бог мой, скала моя». 17-й Псалом, 3-й стих. Они будут напоминать вам о Божьей верности каждый раз, когда вы будете их использовать. Вы можете сделать пожертвование на нашем веб-сайте или позвонить по номеру телефона, который указан сейчас на ваших экранах. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Алина с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи «Когда и где вам удобно», участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алина Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!